Уважаемые садоводы, 17-й год стал серьезным этапом для работы нового состава правления в части выработки новых подходов к управленческим алгоритмам и стандартам работы. А также контрольный разрешительный механизм взаимодействия правления с садоводами, с подрядными организациями. Действующий состав правления был избран в октябре 2016 года и уже на 17-й год правление поставило задачу о структурных изменениях в управлении садоводством. И одной из таких задач, наряду с другими важными, был поставлен принцип повышения уровня персонифицированной ответственности членов правления и повышения управленческого учета, внедрения современных технологий работы. Эта задача была реализована путем закрепления направления работы за членами выбранного состава правления. Идеологически предполагалось, что каждый член правления будет не только курировать то или иное направление работы, но и вырабатывать планы развития и контролировать их реализацию. Что у нас из этого получилось в этом году? К сожалению, не всем членам правления удалось реализовать свои предложения. Это было связано с отсутствием соответствующих статей затрат в плановой смете, занятостью на основном месте работы, порой не согласиясь с самой концепцией персональной ответственности. Однако, я считаю необходимым отметить, что члены правления в большинстве своем прилагали максимум своих возможностей в решении общих задач. Считаю необходимость выразить благодарность Владимиру Николаевичу Кобзареву за то, что он на начальных этапах, максимально используя свой опыт, делился со всеми новыми членами правления по всем направлениям деятельности. Действительно, в некоторых вопросах мы не разбирались и обращаясь также к нашим старым сотрудникам, Ленковой Татьяне Плавовне, Ламаха Микаилу Григорьевичу, никогда не получали отказа и всегда получали от них помощь, за что им большое спасибо. Большая работа была проведена в этом году финансовой службой под руководством членов правления Баянова Евгения Станиславовна и главного бухгалтера ГАПОНа Анастасии Васильевны. Это внедрение электронного бухгалтерского учета, создание реестра садоводов в единой программе с бухгалтерским учетом, отслеживание расходов по статьям СМЕТы, сверки расчетов с садоводами и подрядчиками за прошлые годы. Сейчас осталось несверенных участков, всего 80. Они просто не появлялись у нас на территории садоводства в течение всего 2017 года. Стоят у нас на контроле. В программу 1С бухгалтерии введены показания расчетных счетчиков, проведено обучение персонала навыкам работы по новым стандартам, сверка долгов с поставщиками работ и услуг проведена в полном объеме, сверка издача отчетов налоговой была произведена в том числе за прошлые годы, произведен возврат средств из фонда социального страхования по больничным листам за предыдущие годы. На прошлом собрании мы об этом в тех планах говорили, садоводы некоторые выражали сомнение, что у нас получится получить это возмещение, однако это было сделано. Благодаря автоматизации бухгалтерского учета и внедрению платежного документа квитанции увеличилась у нас собираемость долгов и пения, увеличилась скорость обслуживания садоводов. Каждый садовод получает квитанции, в которых имеется вся информация по его участку. Необходимо отметить также, что Баянова Евгения Станиславовна оперативно реагировала на изменения законодательства и финансовую ситуацию в банковском секторе. Ей было так, ей было выявлено, что СНТ, развив, имела устаревший код АКВЭД, отсутствующий в соответствующем классификаторе. Приказом Росстандарта 31.01.2014 с 1 января 2017 года введена в действие новая редакция общероссийского классификатора видов экономической деятельности АКВЭДов. При этом АКВЭД, имевшийся у нас, утратил свою силу, числился он 0.29, насколько я помню. Евгении Станиславовне было предложено внесение изменений в ЕГРЮ с присвоением соответствующего кода 6832.2 управления эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение на договорной основе, не связанное с изменениями в учредительные документы. Это позволило СНТ в соответствии с разъяснениями, изложенными в письме Минфина Российской Федерации номер 03.15-05, дробь 32.406, применить пониженные тарифы страховых взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования и снизить их до размера 20% на этот год. Можно сказать и о спасении бухгалтерии практически в момент, сейчас я расскажу. Наверное, многие помнят, что в летний период, скажем так, закачался банк открытия, в котором мы имеем счет и ввели через его счет основные расчеты с нашими садоводами и поставщиками. Так вот, в этот момент Евгения Станиславовна очень оперативно прореагировала, провела перечисление денежных средств на счета Сбербанка, тем самым мы свои риски закрыли. К счастью, банк открытия получил государственную поддержку, эти риски исчезли, но я хочу отметить вот это оперативное реагирование и ответственное поведение нашей бухгалтерии. Я хочу сказать, что большая работа проводилась с задолженностью. Я попрошу первый слайд. Здесь вы видите в представленной таблице процент собираемости взносов за 2017 год. Я хочу отметить, что в среднем собираемость взносов относимо предыдущих периодов всех взносов у нас в среднем увеличилась на 5%. До сих пор является очень непопулярным взносом и самым несобираемым – это взнос на дороге. Он у нас составил, видите, по показателям всего 77%. Для того, чтобы провести работу с должниками, потребовалось провести сверху расчетов с садоводами, чем занималась бухгалтерия в течение всего года. Мы уже докладывали на прошлом собрании, что бухгалтерия за последние три года из бумажных носителей внесла в электронную программу данные по расчетам с садоводов. Но в бумажных носителях, очевидно, имелись какие-то пробелы или недостатки, в результате чего данные не всегда совпадали. Проводилась сверка по садовым книжкам с садоводом. Вот, как я уже говорила, только 80 участков у нас остались несверенными. Ведущим специалистам по работе с абонентами было составлено более 600 предписаний о погашении задолженности, что привело к добровольному погашению задолженности только по предписанию, более чем 800 тысяч рублей. Второй элемент работы в этом направлении – это было объявление амнистии решением собрания уполномоченных от 25 февраля прошлого года. Третий фактор, положительно повлиявший на дисциплину платежей – это внедрение платежного документа в 2017 году, этой самой квитанции, в которой отражаются как техучие начисления, так и задолженность предыдущих периодов и начисленные пении. Собранные у нас пении в этом году на общую сумму около 800 тысяч рублей. Велась большая разъяснительная работа. Садоводам предлагали заключение соглашения о рассрочке. Я должна выразить благодарность нашей службе по работе с абонентами. Это Тамаре Васильевне, Ольге Борисовне и Галине Михайловне, которые, и, конечно, Валентине Сергеевне, которые на регулярной основе выполняли все наши поручения, приглашали садоводов на беседы, проводили разъяснительные работы и контрольные мероприятия. Их работа на территории садоводства, конечно, очень значима. И самым последним методом правления применяло уже судебное взыскание. Общая сумма собранных долгов в прошлых периодах составила в 2017 году с учетом коммунальных платежей по электроэнергии более 8 миллионов, в том числе по взносам более 4 миллионов. Слайд, пожалуйста, второй. Нет, нет, верните, это я поспешила. Значит, первый слайд можно? Все принимаемые правлениями меры привели к повышению процента собираемости взносов и платежей в среднем на 5%. Необходимо отметить, что самым непопулярным взносом, как я уже сказала, есть взносное содержание дорог. С чем же это было связано, как мы проанализировали ситуацию? Это связано как с неэффективностью наших усилий в этом направлении, так и внедренном в прошлые годы механизмом прощения взноса или списания взноса группам-садоводам, ремонтирующим свои дороги самостоятельно. Это неплохая инициатива, но она имеет обратную сторону. Мы недофинансируем наш фонд на строительство дорог и недовыполняем работы в плановом порядке. Мы в этом году предлагаем совершенно другой подход к ремонту дорог, и я о нем буду говорить в отчете о планах работы на 2018 год. Последнее, о чем правление считает необходимым сообщить, это то, что до сих пор в учете содержится, как я уже сказала, 80 участков, не прошедших сверху и не плативших довольно длительный период, даже в том числе в течение последних нескольких лет. Безусловно, работа по повышению дисциплины платежей будет продолжена. Дальше я хотела бы отметить работу в области информационной политики нашего управления. Неоценимый вклад в совершенствование управленческих стандартов нес Дмитрий Борисович Танаев. Сегодня большинство сотрудников и членов управления обеспечены не только компьютерной техникой, но и интернетом, что позволяет осуществлять работу в том числе и на удаленном доступе. Все рабочие места сотрудников и членов управления объединены в одну локальную сеть, что также облегчает доступы к общим документам и электронным архивам. Формируется электронная база данных, электронный архив, создана локальная сеть, как я сказала. Дмитрием Борисовичем осуществляется также техническое обслуживание нашей оргтехники, он же оперативно реагирует и на все проблемы, возникающие в процессе работы с программами, компьютерами и оргтехниками, то есть выполняет функцию как технического обслуживающего персонала, так и системного администратора. На постоянной основе осуществляются теперь публикации на сайте, как информации оперативного характера, так и различных документов. Обеспечено взаимодействие с популярной среднесодоводной группой ВКонтакте, администрируемой Юрием Овсянниковым, пока не получилось создание новой конфигурации официального сайта СНТ. Направление понимает всю важность и необходимость этого и будет работать над этим в 2018 году. Что я вынуждена отметить? Я хочу сказать, что опыт и знания, уровень компетенции Дмитрия Борисовича Танайва используется у нас нецелесообразно. По сути, мы забиваем гвозди микроскопов. Дмитрий Борисович имеет высочайшую квалификацию в области аналитики и познания в таких областях знаний, которые мы пока и не применяем в нашей работе. Его предложения по совершенствованию системы управления, повышению персональной ответственности как членов правления, так и сотрудников садоводства имеют очень большое значение, но внедрение их пока осуществляется крайне медленно. Порой встречает и некоторое противодействие, так как некоторые предложения считаются избыточными по своим требованиям, по уровню требований. Это связано с отсутствием в предыдущем нашем опыте работы, работы над реализацией вообще этих концепций. Ну и, как всегда, в банальном отсутствии средств и достаточного числа работников с соответствующей квалификацией. Кстати, персонал наш трудовой в СНТ претерпел изменения. Вы, наверное, уже заметили, в течение этого лета у нас обновились очень многие позиции, рабочие места. У нас новый инженер по развитию, управляющий хозяйством, бухгалтер-кассир Александра. Это люди, которые уже совершенно легко работают в новых стандартах, пользуются современными способами работы. Это не умаляет абсолютно всех достижений наших прошлых специалистов, вышедших на пенсию. Им еще раз хочу выразить большую благодарность. Но мы идем вперед, и вот в том числе обновление произошло и трудового состава нашего СНТ. В экологии хочу отметить. Необходимо отметить усилия Сергея Васильевича Заики, которому было поручено направление экологическая служба. Во взаимодействии с управляющим хозяйством, сначала Брюховиченко, а впоследствии с Венециановой Еленой Ивановной, была успешно проведена оптимизация расходов, связанных с вызовом мусора. Здесь также необходимо отметить руководителя кадровой службы делопроизводства Китковского Марину Александровну, которая выявила грубые нарушения в сфере трудовых отношений с работниками экологической службы. На самом деле, я так полагаю, ничего плохого не имелось в виду, но, к сожалению, мы выяснили, что сотрудники нашей экологической службы были оформлены по трудовым соглашениям неправильно. Им было предложено переоформить эти отношения в соответствии с законом. Мы приняли незамедлительные меры, естественно, к устранению нарушений. На сегодня, в отличие от 2016 года, численность дворников была сокращена до трех человек. При этом качество уборки контейнерных площадок не ухудшилось, а расходы по вывозу ТКО, то есть твердокоммунальных отходов, уменьшились на 600 тысяч против 2016 года. Значит, по газу. Что мы сделали в этом году? В этом году, в последний период, правление отказывается от участия в договорах по строительству газораспределительной сети и магистральных газопроводов диаметром 110 на территории СНТ. Эта инициатива передана так называемым простым товариществом, то есть группам инициативным садоводам на территории заинтересованных прокладки газа. В этом, эта жизнь нам подсказала такую логику, это удешевляет некоторые вопросы расходования средств. Там, по-моему, по газу слайд должен быть уже. Виктор. Слайд посмотрим. А, да. Ну, там еще схема должна быть. Нет, нет, в этом отчете нет. Да, спасибо большое. Так, значит, в основном, и как я сказала, все работы проводились за счет средств инициативных групп и по договору с подрядными организациями. Всего на территории садоводства с давних времен, 2012-го, да, мы начали строительство, по-моему, газопровода, построено около 16,5 километров газовой магистрали, из них 5,3 десятых только в этом году, 17-м вернее. Это были построены, вот, как вы видите, объемы строительства. 11-я дорожка, 12-я, 13-я, 9-я, перемычка между 8-й и 9-й, 15-я, 23-я, 14-я, 18-я, 21-я. Значит, что я хочу, ну, еще часть второй дорожки. Значит, что я хочу сказать. В данном, в этом году правление за счет средств резерва посчитало возможным произвести софинансирование работ по строительству газовых магистралей на небольшую сумму, 250 тысяч рублей. Однако, почему мы приняли такое решение? Это, это помощь финансовой садоводам была оказана в целях развития вообще газораспределительной системы, так как строительство магистральной трубы большего диаметра 225-й, приводило к удорожанию, и садоводы не могли решиться на такие расходы. Но, однако, этот участок магистрали был нам жизненно необходим для развития закольцовки, для обеспечения развития сети газопровода на дальнейший период. Поэтому правление приняло такое решение. Я считаю необходимым отметить работу нашего нового сотрудника, Терещенко Валерии Владимировны, которая проделала очень нужную нам работу по сопоставлению данных бухгалтерского учета с фактическими данными, а также сделала актуальную схему в программе «Автокад». Безусловно, как говорится, участие главного бухгалтера ГАПОНа Анастасии Васильной, бухгалтера Михайлова Александра Вячеславовны, членов ревизионной комиссии Кузнецовой Юлии Владимировны, которые внесли данные из бумажных ведомостей за 2012-2016 годы в бухгалтерскую программу. То есть проводилась сверка еще и по самим договорам со строймонтажом. Также Валерия Владимировна Терещенко прошла обучение по направлению у нас технический надзор и в настоящее время осуществляет аккредитацию подрядных организаций и выдачу разрешений на производство работ на землях общего пользования.